Здравствуйте! Мы с вами находимся в таком смешанном саду. Часть занимает питомник, часть маточных деревьев, которые питомник уже было вытеснили, а так как новых земли нету, садить некуда, вот часть деревьев было вырублено, вот уже вот таких вот трех-четырехлетних и сожжена вот в этой бочке. Вот это суровая правда, но в другой земле нет. И тема сегодняшняя это черенки, давление большое, я перестарался, спрос на косточки упал резко, где-то раз, ну это связано, видимо, еще и с, в общем, живем все лучше, вы поняли, да, с иронией говорю, поэтому спрос упал. Вот. Несмотря на санкции, приток импортных фруктов, отравленных, не прекращается. Иногда спохватываются и говорят, ой, сколько там нитратов, ой, это самое, запретить поставки из Грузии, потом запретить поставки из Молдавии. Но это только потому, что когда паны дерутся, то у хлопцев чубы их встречат. А потом в Польше, Молдавии, Грузии гниет все, граница закрыта. Потом паны помирились, границу открывают, все полностью, все завалено, и нашей продукции продвиться невозможно. Отдельная тема, которую я буду разрывать, можем ли мы выращивать сады в промышленных масштабах. На данном этапе, я не говорю, что нельзя, но все рискованно. Эта тема будет посвящена один из вебинаров. А что вебинар, кстати, завтра, в понедельник, это будет 31-го. И там я покажу одно письмо, а пока в двух словах. Обычное письмо уважаемого лекарства. Ответьте, почему у меня растут, а потом умирают абрикосы и персики. Трех дней мне не хватило, чтобы ответить, потому что огромная переписка. Звонки до 10 в день, и никто не говорит, не боится, что за 5 минут разориться. Средний разговор 20-40 минут. Остальное время работа. За 3 дня не ответил, получил еще письмо. Железов, ты, дальше идет буква П и многоточие. Или ты, буква Му и многоточие. И нет у тебя никакого сада, вот, ты шаришься по чужим садам и обманываешь людей. Ну, примерно так. Вот. Ну, завтра на вебинаре вы это увидите. А вот этот фильм, он может выйти чуть ли не сегодня. Тогда я вас интригую, что завтра в 16 по Москве вебинаре. И это просто одна из маленьких таких черных пятен, надеюсь, на вебинаре, который приносит огромную пользу. Итак, про черенки. Пойдем, друзья. Ой, засиделся. Так. Стоим. Ой, ой. И пошли. Я вот раз начну с далего конца несуществующего якобы сада. Вот. А шаришься якобы по чужим. В 2016 мы прикупили этот участок. Но это еще ладно, это еще за пол лимона. Тот вообще за лимон стоил. Вот. Причем покупали. Здесь было, что? Правильно. Картофельное поле. Не скажешь, что чужой сад. Все, что сейчас растет, это посажено моими руками. Вон тут ряд. Остальное Сергеем. Давайте смотреть. Просто обычный обход очередной. Не то, чтобы что-то доказывать. Вот. Ничего доказывать не надо. Так. Венгерка еще не плодоносила. Сергей посадил. Еще годик нужен. Если приросты, да, кстати, ошибки нет. Поэтому можно смело резать черенки. А если... А! Еще раз. Дичайшая засуха. Легко перенесли абрикосы. Это еще маленькие приросты. Есть еще где-то в два раза выше. Длиннее. Ну, совсем как... Вот эти вот абрикосы мне напоминают удава. Которые намного длиннее именно попугаев. Возвращаясь. Итак, венгерка. Вот эту веточку оставляем пять почек. И вот такую ветку, которая примерно 30 сантиметров, я уже не вышлю. Вот. Но вы, может, не так меня поняли. Я одну не вышлю. Я найду еще одну такую же. И две. Отправлю за одну. Да, я поднял цену. Деревьев мало. Те деревья переросли. Они стали настолько взрослыми, что даже сильная обрезка не приносит новых веточек. И получается, что осадить больше некуда. Вот этот вот садик, вот этот небольшой участок, в основном с абрикосами, он чудом сохранился. Потому что вот эти саженцы, роскошнейшие, они плодоносили. Я показывал. Прямо я показывал, ходил от дерева к дереву, показывал плоды. То есть все честно, без обмана. Вот. Но они не были куплены. Вначале потому, что казались маленькими. Вот. А потом переросли. И опять же не стали никто покупать. Теперь это стало мазочным садом. Я так счастлив, что Сергей не смог их продать. Ну, сколько бы он тут выручил бы. Тогда он продавал по тысяче рублей привитый саженец. Тут их где-то полтора десятка. Ну, 15 тысяч. Теперь они дадут гораздо больше. Итак, любая веточка, это 200 рублей. Не обижайтесь. Это супер сорта, потому что это в некурной форме живет в Сибири. И... Ну, в общем, поняли. Теперь. Вот такая веточка. Вот. Вот это уже потянет на 200 рублей. Вот она. Она как раз под размер посылки. Вот. А вот это еще раз. Ну, у меня таких венгерок много. В общей сложности дерева. Молодых деревьев штук. Раз, два. 20-30. Поэтому вот такие веточки я буду посылать. Две за одну. И тогда человек будет доволен. Все будет говорить. О, лишнюю веточку положили. Дальше пошли абрикосы. Абрикосы как абрикосы. Сало как сало. Чего его пробовать. Идем дальше. Некоторые... Вот этот наверняка абрикос. Кому-то не понравился. А он какой-то немного странный. Он почему-то не дал много приростов. Хотя соседи все в один день год посажены. Посмотрите. Там такие приросты, что с одной ветки... Ой-ой-ой. Полтора метра. Метровые. Полтора метра. А вот это вот раз и совсем маленькие. И если я отсюда возьму... Или Сергей. Одно или второе веточку. То только если посмотрим, а что же у нас ребята в рюкзаках. Давайте посмотрим, что это такое. И почему он так плохо растет. Бай. Ну, что я скажу. Ну, плохо растет. Может, поэтому и не купили. Но бай это супер шорт. Если взять с него... А, кстати. Что я тут хожу? Это все Сергей будет резать. Для того, чтобы привить это все. И его... Его... Что я тут хожу? Его, его... Сейчас мы отсюда уйдем. Его... И вот там еще с десяток добрый. Так. Тогда покажу я, что еще тут может заинтересовать вас или вы нас. Видите. В прошлом году я отрезал или он. Сейчас неважно кто. Веточки на прививку. И посмотрите, не наросло. Должно было нарасти длинные метровые ветки. Почему? Потому что мои яблони привиты на корневые отводки сибирок. В обычный год они дают вот такие... Вот такие. Сколько тут можно взять? Одна. Видите, здесь нормальная ветка получилась. Две. Раз, два, три, четыре. Ну, пять или шесть. Ну, скорее всего, доставится Сергею. Почему? Вот. У меня память плохая. И хорошо, что везде висят бирки. Давайте посмотрим. Что это за яблони такая? Квинки. Оу. Квинки. Вот это вещь. Но дело в том, что тут их всего... Итак, с другой стороны, за те же шесть из-за этой дикой засухи. Хотя эти ветки отрезались. Ну, вот это еще парочка может быть. Вот. И, пожалуй, все. Пожалуй, все. Вот здесь была отрезана ветка. Ничего не наросло. Итак, с квиньки я уже напрягаюсь. Наверное, кого тут просить. Вот. У Сергея есть еще запасной вариант. Прямо перед продажей саженцев. Он еще пока спят. Вот. С небольшим риском срезать ветки прямо с продажей саженцев. Ладно, следующее дерево. И вот оно не дало прироста. А, кстати, знаете, что это такое? Вот они. Я не знаю, как получилось. Раз он знает название, а огонек. Зачем-то Сергей посадил. Вот. Вот эти вот. Фактически ранетка, полукультурка. Опять просто мне дала. Ну, для меня интереснее представляет. Да и вы тоже уже заелись, извините. Если от железа, надо, чтобы были хотя бы 200-300-500 грамм. Хотя бы. Давай 5-600. Следующее дерево. Груши. Я подряд смотрю. Пусть будет. Обзор такой. Вот. Все эти груши плодоносили. Вы видели. Я показывал. Вот эти вот. Вот этот ряд. И еще вот тут вот. Еще там внизу. Они все плодоносили. Они представляют ценность. Но. Некоторые я узнаю. А некоторые нет. Вот. Поэтому давайте так смотреть. Вот эту я не узнаю сходу. Память подвела. Смотрим. Может быть вам перепадет что-то. Тем более у меня нет простых груш. Только очень хорошие. Или не так. У меня нет хороших груш. Что-то говорит. Тут есть хорошие. У меня хороших нет. Зато у меня есть очень хорошие. Шапка упала. Смотрим. На бирку. Что тут написано. Ох. Декабрьская. Декабрьская. Это чудо. Потому что она сохраняя вкусовое качество. Лежит. Ну по крайней мере я проверил до декабря. Вот. Пойдем дальше. Ну эти. Уже понятно. Я не раз их показывал. Вот. Вот эти раз, два, три, четыре. Это у меня память якоря. Супер сорт. И. Тут же. Держи. Хватайте за сердце. Как я схватился. Из этой дикой засухи. Они сразу превратились. Для многих деревьев засуха. Тем более такая сумасшедшая. Страшная. Означает караул. Спасай свой род. То есть сразу переход. Видите. Я же ничего не преувеличиваю. Сразу переход на плодоношение. То есть приросты не дали. А заложили цветочные почки. Вот. Они всегда решают. Что делать. Причем они заранее много знают. Какая будет зима. Вот. Отвлекусь. Ну как отвлекусь. На Енисея. Большие тубанные уток. Давно такого не видел. Для меня означает сверхтеплая зима. Но я могу и ошибиться. А вдруг утки ошиблись. Ну будем надеяться. Вот еще. Даже на бирку смотреть не буду. Все равно обидно. Видите. Просто в нет. На прерывку нет ни одной ветки. Хотя еще раз говорю. У меня плохих сортов нет. Даже хороших нет сортов. Только очень хорошие. Тоже. Уже смотреть на бирку не буду. До того обидно. Все превратилось в эти самые. Как называть. Плодушки. Все плодушки. 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 Так. А что же я вам продавать-то буду. По 200 рублей. Вы, во-первых, убедились, что у меня будет очень мало черенков. Согласитесь. Помните. Квинти. Пять штук. И те. Скорее всего Сергея достанутся. Опять. Нету. Караул. Караул. Давайте поищем. Может хоть несколько есть. Вот. Ну вот. Здесь, допустим, в прошлом году срезал. И в этом должны быть метровые, мощные. А не получилось. Засуха виновата. А здесь их никто ни разу не поливал. А не поливаем, по-моему, принципу. Пусть сами себя спасают, защищают. Иначе это будет не селекционный сад. А черти что. Опять нету прироста. Ну что. Приехали. Грустный разговор. Вот. Опять нет прироста. Видели? Нету? Еще пойдем. Опять нет прироста. И там нет прироста. Вот такие дела, друзья. Вот. Ладно. Дальше по пути встретили мы яблони. Вот. Это у меня. Слава Мичуринска. Так. Ой, нет. Сейчас. Это у меня лоба. Вот. Они похожи. Я по внешнему виду путаю. Вон последние висят. Зимний сорт. А где приросты? Где приросты? Я вас спрашиваю. Вот она засуха. В прошлом году я с ним много связал. И вам продал. Вот. Все. Пролетаем. У меня есть еще одно дерево. Но до него мы сегодня не дойдем. Оно в другом месте растет. Вот. Смотрим дальше. Ну. Абрикос. Ну, с абрикосами полегче дела. Пусть именно на этом всего несколько черенков. Но я от этого не напрягаюсь. Потому что у абрикосовых молодежи у меня много. А вот это вот один из супер сортов. Соперник квинти. Похож на него. Вот. Это мелба красная. Ред мелба. Одно из главных федевров Южной Сибири. Уж мы-то постарались. Но тут десяточек, веточек есть. Вот. Вот это интересный сорт. Пау-культурка. Вот. Это Аленушка. Вот. Аленушке я бы рекомендовал бы вам покупать и даже выращивать. Потому что есть же у меня ученики и покупатели. Даже при, знаете каких районах. При полярных. Вот Аленушка бы туда и пошла. Но приростов нет. Раскатывать губу не будем. Мы идем все подряд смотрим. Сварог. Годом раньше на нем было порядка, я прикинул, 300 веточек на прививку. Взял немного. Вот видите, где зеленая синица. Видите. Взял немного. Но оно после этого тоже не стало давать приростов таких. Оно так же, как те, превратилось в маточное дерево. Имеется ввиду дерево на черенкование. Уже стало резко взрослым. Зажажило огромное количество цветочек почек. Урожай будет дикий. Он дикий каждый год. Вот. Ну, мы это проходили. К сожалению, не могу вам ничем, не могу вас угостить. Еще. Никогда не убираю ни траву, ни плоды, ничего. Дурь собачья. Приношли людям работу, которым надо работать, деньги зарабатывать. Хотя их заставляют все выходные горбаться в саду. Так. Ну, показать вам вчера что-то по пути. Ну, набрал я литровую банку орешков. Этих. Это лисина. У него еще и два названия. Как бы сказать, полукультурная форма фундука. И еще народное название лесной орех. Вот. Вот ее набрал. Кстати. Ох ты, мыши-мыши. Уже начали работу. Посмотрите. Уже начали работу. Да что ты будешь делать? Ладно, пошли. А то я расстраиваться начинаю в таких случаях. Так. Когда-то здесь рос мой самый сладкий манджурский абрикос. Вот. Так как он был огромный. Вон, Томми. Я уже вот сама поле саженцем. Оно тенью закрывал. Он его спилил. Манджурский орех. Ой, абрикос не стал сдаваться. Выбросил вот эти ветки. И на следующий год заплодоносит. Смотрите, сколько цветов на нем. Вот. Пока он маленький, Сергей внимания не обращается. Когда вымахает, он его опять спились. Земли у нас в стране нет. В Сибири особенно нет. Есть миллионы гектаров зарастающие соснами. Ну, кого это волнует. Вот здесь еще что-то смогу добыть. Но мало. Тоже перешел в разряд плодоносящих. Случайная веточка. Да, буквально. Четыре веточки на прививку. Вот. Это мои супер сорта. Давайте посмотрим. Вот это я не помню. Это я помню. Там Королевский и две Фаины. А этот я уже подзабыл. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Королевский, да. А вот еще есть. Вот это можно срезать на продажу. А он еще есть. А он еще есть. Ну, в общей сложности. А вот еще есть парочка. Десятка-полтора. Вот. Ну, еще раз говорю. Я не переживаю за абрикосы. У меня много молодежи. Это бывшая молодежь. Посадка еще, когда участок был немой. Видите, даже забор до сих пор сохранился. Может быть, когда вот этот хамский, товарищ, да. Может быть, было так. Я вот один фильм снимаю тут. А потом прохожу вот эту невидимую границу. Вот она. Даже видимую. И оказываюсь на этом участке. А вот он забор. И вот он смотрит. А у нас обманывать это стало нормой. Я свою репутацию берегу. По принципу, ни разу никто никогда меня на обмане не поймал и не поймает. Почему? Репутация важнее. Я говорю, это те же деньги. Просто многие этого не понимают. Раскрученные фирмы, у которых нарисованные плоды, у которых фотографии из интернета. Около двухсот сайтов с моими фотографиями. Я уже смирился. Я пытался с одним. Мой напарник Троценко уже досудебную претензию предъявил. Ну, дальше дело не пошло. Грязь в эту лезть. И вот тут я подумал только сейчас. Наверное, этот забор мы не снимали, когда этот участок прикупили. В 2016-м. А в 2015-м, нет, не так. В 2017-м прикупили, а годом раньше, вот этот косогор, он был ихний, но не освоенный. Ну, что тут посадить? Сейчас люди садили картошку, капусту. Вот. Я тогда говорю, давайте я вам посажу, а я буду только членки брать, а вы будете плоды брать. Соседка согласилась. Вот. А потом, в следующий год сказал, догоните пятьсот тысяч. Старенький дом. Вот этот участок с под картошки. Вот видите, сколько он должен пользу приносить. Вот это мы посадили, Сергей посадил, где вот это просто грядки. Здесь семена. А там уже годом раньше выращенные подвое. Самое главное, обратите внимание, как они обрезаны. Величайшая глупость, что люди при пересадке не режут. Вся страна, весь мир, не понимая, что они обрезаны саженцы, посаженные с коричневыми корнями, это уже инвалид. И чтобы сделать его инвалидом, но приемлемым, надо еще и верхушки обрезать. Надеюсь, вы видите это все чудо. Возвращаюсь снова сюда. Это просто обзорный обзор. Вот. И сейчас только сообразил. Наверное, он видел, когда я один день снимал здесь. Так. Вот. А второй день иду себе, не выключаю. Вот он забор, снимал тут. И вот оказывается, что я шарик в чужом саду. Нет, ребята. Это мы с Сергеем за него заплатили. Это наш сад. Причем тут не было... А, тут была лещина. Вот тот, который Сергей срубил. Маньчжурский абрикос. Еще один был поменьше абрикос. И там, за теми сараями, две китайские сливы. Огромные, старые. Уже просят этого самого. Им лет 35. Уже просятся под бензопилу. Все остальное наше. Наши, извини, парень. Может быть, я мудак, как ты написал. На букву М. А может быть, ты мудак. История разберется. Когда я закончу съемку, я вот этот вот забор фотографирую. и покажу на вебинаре. Скажу, наверное, он вел себя сам в заблуждении. А так как я три дня не отвечал на его письмо, там было не к спеху, почему погибли у меня абрикосы и першики. Кстати, не мои, а просто погибли. Там причин можно было бы придумать десяток. И пересадка без обрезки части кроны. И так как он их укрывал, 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 укрывал. Они, скорее всего, с апреля. Но он мне не прислал фотографии. Многие фотографии. Вот. Я подумал, ну, успею я ответить. И нарвался на такое хамство. Теперь я, наверное, на букву П и на букву М. Вот. А может быть, я ему переадресую. Я покажу на вебинаре вот этот забор. Вот. И скажу, полдня я тут снимаю. Не так. Полфильма тут, полфильма тут. Вот так я и стал этим на букву М. Вот. Ну что, там почти все деревья посмотрели. Нет, не все. Вот эти самые ценные, кто помнит. Потому что ко мне приезжали очень с Новосибирска вот здесь собирали. Очень уважаемые люди. И мне так обидно было, что годом раньше я пришел к желанию и не мог. Не то, что всех. Всех обеспечил. Мог бы еще нарезать и заработать. Но желающих было не так. А в этом году я чувствую их больше. Почему? Потому что по двое вырастили. Мои по двое. Ну и теперь посмотрим. Вот фаина. У фаина есть одно качество особое. Когда вы от меня получите черенки фаины, а эти я всегда превращаю в учебу. Любой разговор. Вот видите, вот этот вот не годится на пересылку. Просто не годится. Здесь можно сделать один-два этих самых всего. Человек обидится. Может быть я ему две такие вышли, тогда не обидится. Но там посмотрим. Может я найду прекрасное длинное. Хотя бы 50 сантиметров. А показываю я вам вот это между рядами. Это называется между узелем. То есть здесь очень густо растут почки. Хоть они ростовые, хоть уже как видите, они уже с цветочками вместе в комплекте. Но обратите внимание, запоминайте, эта фаина, нет ни одного дерева близкого, к которому так густо расположены почки. Но давайте сравним. Надо, что фильм хоть немножко пользу приносил в плане учебы. Вы знаете, вам кто-то тоже фаину пришлет. А почему нет? А почему нет? Вот. Только это вряд ли будет фаина. Давайте мы какой смотрели? Королевский. Где я видел берку? Вот, вот, вот. Давайте теперь посмотрим и сравним. Вот. Это так же наклоняю. Смотрим. Нет, давайте точно такой же. Такой же короткий. Такой же все. Посмотрите. Сравнили? Вот теперь не спутаешься. Это королевский. Таких большинство. Вот этот кусочек и вот этот. Когда ветка длинная, вот так она выглядит. Вот. Но видите, хоть какая-то польза от меня есть. Еще мы не посмотрели вот эту молодежь. Сергей тут кое-что без меня, а я потом, только когда заплодносил, он последний висит. Видите? Уже можете сориентироваться, какой размер у него. Вот она. Вот. Отсюда маленького кажется. Она приличная. Вот. Просто последняя. Давайте посмотрим бирку. Вот. Что здесь написано? Правильно. Кальвиль. Белоснежный. Для меня это новый сорт. Я попробовал первый раз. Вкусно. Значит, я его вам продавать не буду, хотя уже один человек попросил. Причины две. Дерево это, во-первых, почти единственное. Где-то еще есть, а там, по-моему, еще моложе. А это уже маточное. Видите? Годом раньше с него срезали черенки на прививку. Результат. Учтите, это учеба. Вот. Не то, чтобы вот эта вот почка пошла, пошла в это, в рост. Вот она. Вот. Нет. Что вы. Какой там рост? Какой там это? Вот она мертвая. И мертвая почти до основания. Видите? Хорошо вот здесь отрезано было. Но здесь, слава богу, эти живы. Но приросты такие из-за засухи, что срезать нечего. И так. На всем дереве, в лучшем случае, вот эту веточку можно срезать. Ну, может быть, скорее для того, чтобы срезать, привить себе оставить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова